Так, ладно, собрались, шансы еще есть. Давайте сменим пластинку. Меняет его подачу. 23. А, вот так. Сам Александр любит так играть. За белых, ну, в последнее время постоянно играет. Давайте попробуем против него его же оружие. Вот так вот. Посмотрим, что из этого выйдет. К6. Потом Е3 просто играют. Ф3 и коня на Е5. Часто белого эти позиции хотят поставить. Я в какой-то момент эту схему тоже более-менее активно играл. Но потом как-то забросил. Коня на Е5. Так, слон Д3. С5. Наверное, стоит забрать. Забрать ферзь Е2. Я хочу провести Е4. Или можно ставить на Ф3 даже ферзь А так поактивнее. Особенно, если черные будут по нуля. Ферзь Ф3, правда, попадает. То есть, слона защитят. И ферзь начинает попадать под рембина. Играет мой же дебют. Не, давай ферзь Е2. Хочет Вова взять меня моим же оружием. Так, вот теперь можно неожиданно ферзь Ф3. Вынудили как будто рокировку. Ладно, нет. Пока ладья Д1. Подводим ладью. Скорее всего, все-таки хочу провести Е4 по центру. Взяли, взяли. Так, ну тут напрашиваются такие мотивы, типа жертвы двух слонов. Ради радости и веселья. Ради радости и веселья. Жертвы двух слонов. Заказывали? Ну, не так-то просто меня будет здесь взять. Все-таки я сам играю эту схему за белых. И более-менее ориентируюсь. Я не понимаю, что выглядит, на самом деле. В позиции. Так, так. Пац, пац. Пац, пац. Ну не, не работает. Неа. А так хотелось. Ладно, с нам же триггра. Приходится отступать назад. Е4 он может где-то, да? Назад. Назад. Назад это плохо. Но вперед не получалось. И что, сейчас победа будет? Может быть. Может быть. Во всяком случае, надо в это верить. Поехали. Вперед. Е4 по центру. Так. Е5, наверное, да? Потому что, значит, сам я пойду. Е5. Так, можешь сыграть А4. Можно Ф4. Ф4 он побьет, побьет и поле Е5. У него очень хорошее для коня. Образуется. Давай пока конь Д2 сыграл. Ладно. Дальше А4. Держу идею в рукаве. А4. Вот мне? Нет. Ну, давай. Отдаю пешку. Но хочу обеспечить своему коню поле Ц4. Эх, да. Так, конь Ц4. Ух ты. Пожатал пешку. Сюда. Ну, давай, ладно. На Ф4. Пора. По всем фронтам работаем. По всем фронтам. Забрали Слон Ф4. Возможно, хочу Е5. Но в этом я не уверен. Так. Дойнер попробуем такую идею. Просто выбил. И ферзь H5 сыграл. Нападаю на Е5. Как-то намекаю, что я давлю на H7. Теперь поддавливает. Придется как-то... Так. Неуклюже, но... Д6. Ну, а что делать? Иначе он на Е5 продавит. Какие-то подключения все не работают, да? А жалко. Можно так-так. Давай переведемся. Коин Б6, Коин Д5. Или у меня будут шикарнейшие Коины. Коин Д5. Или ему придется бить. Наверное, слоном. Потому что ладеев 1 вынуждает размин ладей. После этого... Он забираю. Так. А сюда я же могу С2 взять. Играем Коин Д5. Напрыгивает он здесь. Ну, ферзь H7, наверное. Туда. Он здесь напрыгивает. Не угадывает. Не угадывает. Ходов? Ходов, в общем. Ну, фигура у него активная. Ну, эти две вот эти. Ну, пока так. Ну, может быть, ничего страшного пока. Времени... Хотел сказать, что я впереди, офигушки. Офигушки. Пока укрепились. Сюда. Уже мало времени. Не вижу. Порточка. Как не пробивать позицию черных. Довольно-таки она плотная. Попробую. Так. Вашпель. Да. Туда. Захожу за пешкой А4. 16 секунд. Но позиция не хуже должна быть. Хотя... Как бы два слона, лишняя пешка, но... А вот это волнует. А вот она, наверное, волнует. Так, B3, ладно. В конце 8. Слава на F5 хочу и какие-то матовые конструкции строить. Взяли-взяли. Так, слон F5. На мат я не напал. Ладия А6. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй, что я творю-то? Сюда. И мат зевая. А, не, не зевай, Лай Б1. А так? Ой. А так? Такие... Игры на встречных фронтах. Так. Победа! Фух! Есть-то одна подряд ещё. Вот это же проиграл. Ай. Хотя, наверное, где-то я, видимо, проиграл. Да, надурил он меня здесь. Видимо, было всё опасно. 4-2. Надо было G6 ходить. Потерял нить игры. Ай. Но партию всё-таки удалось выиграть. Позиция правда, наверное... Да, что-то неожиданно прозевал контратаку. Санце-7. Санце-3. 4-2, да. Видимо, выиграл нацать, потому что ты грозишь. G6 надо было в конце ходить. Санце-4 идея. Позиция. Позиция. Так. Позиция.